Железная воля. Как белорусы противостоят агрессии так называемого старшего брата? Речь идет о повышении тарифов на транзит российской нефти по белорусской части нефтепровода «Дружба». Окончательный закат Новороссии. Почему боевики сдаются Украине? Нас гнобят, нас и унижают, и процветает рукоприкладство. Провокация Кремля. Что означает признание России документов, выданных террористами ЛДНР? То, что он на это пошел, это свидетельство его бессилия и истерики. Факты, свидетельства, доказательства. Все это прямо сейчас в гражданской обороне. Трещины в отношениях РФ и Беларуси ширятся. Ну зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Батька уходит в Европу. Месть России за заигрывание с Западом. На границу России и Беларуси вернутся пункты досмотра и пропуска для граждан и транспортных средств. Говядина все. Или новые торговые войны страны Скреп и Беларуси. Торговые войны России это те же самые войны, которые были в отношении Украины. Любовь за деньги. Нет денег, нет союзного государства. Крушение мечты о новом совке. Я говорю, слушай, Володя, не порти вечер. Вот дословно. Верховный совет 12-го созыва на своем заседании ратифицировал Беловежские соглашения. Итоги голосования. 263 за, 2 воздержались, 1 против. Этим единственным депутатом, проголосовавшим против развала СССР, был депутат Александр Лукашенко. 1992 год. Трупы СССР еще не успел остыть, а в Кремле уже начали вынашивать планы по восстановлению былой империи. Мы подписали соглашение о том, что мы учреждаем содружество трех независимых государств. Украина буквально сразу же, неожиданно для ошарашенной РФ, дает отворот-поворот имперским планам Кремля. А 1 декабря все надежды обновить Союз разрушил референдум на Украине. 90% его участников за независимость. В Беларуси Кремль делает ставку на премьера Вячеслава Кебича. Именно он должен стать президентом и осуществить программу мягкого воссоединения с Россией. Его противника, депутата антикоррупционера Александра Лукашенко, СМИ поливают грязью, как могут. Ну то, что происходит сегодня на государственном телевидении, вы же видите, что происходит? Вранье идет, сплошное вранье. Дальше происходит непредвиденное. Лукашенко побеждает российского ставленника Кебича на первых свободных выборах президента Беларуси в 1994. Клянусь и служить Народной Республике Беларусь. Выконовать Конституцию и Законную Республике Беларусь. Москва в шоке от победы наглого выскочки. Однако Лукашенко вдруг протягивает Кремлю руку дружбы. Он согласен заменить строптивую Украину и стать первой ступенькой к объединению. Так в 1996 появляется союзное государство. Подписана декларация о дальнейшем единении России и Беларуси. Однако за навеки вместе России придется заплатить. Дешевой нефтью и дотациями в белорусский бюджет. Беларусь это черная дыра сегодня российской экономики. Дальше Беларусь вступает во все, что предложит РФ. При этом каждый раз Москва скупится. Лукашенко угрожает выйти из всевозможных союзов с РФ. Порывы имперских амбиций Россия аннексировала украинский Крым. Развязала войну на Донбассе. Влезла в сирийский конфликт и нарвалась на санкции. Денег на Беларусь в этот раз не осталось. Россия сама пострадала очень сильно от санкций. Из собственных контрсанкций. И конечно она не может субсидировать белорусскую экономику. А нет денег – нет и любви. Единство с РФ оказалось большим спектаклем ради бонусов. А независимость дороже денег. Без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Ярослав сразу скажет, что это не рентабельно, неэффективно. Но свобода, независимость – это очень рентабельно. Хотя разногласия случались постоянно. Не надо нас прессовать. Мы были у вас надежными друзьями. Но если вы нас начнете щелить, вы знаете, что я терпеть не буду. Такой широкой, как сейчас, трещина в отношениях Белоруссии и страны скреп не была никогда. 3 февраля «Батька» дает 7-часовую пресс-конференцию. О кризисе между странами Александр Лукашенко говорит откровенно. Местами в ярких подробностях. Я говорю, слушай, Володя, не порти вечер. Вот дословно. Не порти вечер. Я понял. Не можешь. Это твой товар. Во всем мире природный газ подешевел вместе с нефтью. Но дружественная Россия решила продавать его Белоруссии по своей цене. Упала нефть, и нам сегодня выходит по этой формуле природный газ 80... 83 доллара должна быть? 83 доллара. Спохватили. У-у-у, нет. Это невозможно. Платите, как платится, там 132 и прочее. Почему? А потому что это и так самая низкая цена. Мы никому по такой цене не продаем. В Беларуси решили платить за российский газ некую среднюю цену – 107 долларов за кубометр. В России им начали насчитывать огромный долг. Сумма долга Беларуси за поставки российского газа на январь 2017-го достигла порядка 550 миллионов долларов. Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ, Вести.ру. В ответ на неоправданные высокие цены и растущий долг, еще в октябре 2016-го Беларусь решает поднять цену за транзит российской нефти через территорию страны. Беларусь вынужденно решается на ответные шаги. Речь идет о повышении тарифов на транзит российской нефти по белорусской части нефтепровода «Дружба». Поднять цену транзита белорусы решают сразу на 50%. И тут происходит чудо. Кремль сразу же становится договороспособным. В ответ на погашение минском долга за поставки газа, Россия готова и существенно снизить стоимость этого самого газа. Но что самое интересное, «Газпром» при этом убытков не понесет. Все потери компании компенсируют российский бюджет. То есть расходы лягут на наши с вами плечи. Что, собственно говоря, немножко странно. Видимо, немного спустя царь всея РФ осознает, что прохудившаяся казна компенсации не выдержит. А не вернуть долг «Газпрому» все равно, что обокрасть себя и друзей. Медведев, председатель совета «Газпром» или нет? Так я говорю вам, что «Газпром» дороже, чем государство это? Сейчас «Газпром» и государственная казна, то есть бюджет – это практически одно и то же. То есть одна кормушка, в которую могут залезть чиновники высшего уровня совершенно свободно. И которые вместе с тем являются некоторыми сообщающимися сосудами. Конфликт так и остался нерешенным. Уже в январе 2017-го Беларусь все-таки подняла цену за транзит российской нефти. И на сколько подорожают услуги? Стоимость прокачки вырастет в среднем на 7,5%. В любом союзе с Россией все страны равны. Вот только РФ всегда ровнее других. По нефти договорились 24 миллиона тонн ежегодно поставлять. До 18 сократили, потом до 16 вроде бы хотят. А вообще говорят, 12 будем поставлять. Но вы же подписали, вот ваша подпись. Россия пинает их, хвост и врыву эти договоры. Теперь как никогда становится ясно. Любые договоры с Россией – фикция. Подписи ее правителей ничего не стоят. Это называется ценовой спор, связанный с тем, что один из партнеров, в частности Россия, недобросовестна. Она выполняет договора только тогда, когда ей выгодно. Когда ей не выгодно, она закрывает глаза и делает вид, что никаких договоров нет. Нефтегазовая война Батьки и хозяина Кремля – только начало. В январе Беларусь объявляет о том, что становится более открытой для гостей со всего мира. Минск отменяет визы для граждан 80 государств мира, в том числе для всех стран Евросоюза, а также США, Японии, Китая и многих других. Но эксперты уже назвали указ президента революционным. Никогда еще Беларусь не делала настолько дружественных жестов в отношении Запада. И хотя без визы иностранцы могут находиться на территории Беларуси всего пять дней, в РФ такое дружелюбие к прогнившему Западу посчитали предательством. Транзит для иностранцев через республику, если и не был полностью закрыт, то заметно усложнился. В конце года проверять документы начали и у беларусов, сразу после того, как Беларусь приняла решение о введении так называемого режима «пять дней без визы». РФ в несколько часов наплевала на все договоренности и принципы союзного государства. На границу России и Беларуси вернутся пункты досмотра и пропуска для граждан и транспортных средств. Сегодня директор ФСБ распорядился установить пограничную зону на рубежах с союзным государством. По мнению России, стада вражеских агентов, получив заветные пять дней без виза, мгновенно ринутся в самую духовную через Беларусь совершать диверсии. Со стороны Беларуси чисто символический шапка. На пять дней. Это такой был жест для внутреннего пользования, для Запада, для того, чтобы показать открытость Беларуси. Но в России это оценили как демарш, как подрыв основ союзного государства. Что мы разрешили приехать людям на пять дней без визы через аэропорт. Вот один в Минске. И какая-то угроза национальной безопасности России. Мы имеем право принять это решение. Мы суверенная независимая страна. Страна скреп изменила бы себе, если бы не развязала против дерзкого, по ее мнению соседа, торговую войну. На этот раз ее жертвой пала белорусская говядина. Такое решение принял Россельхознадзор. Есть подозрение, что часть мяса произведена в других странах. Белоруссию говядину просто переупаковывали и ставили новую маркировку. Кто же производитель, не ясно. Поэтому за качество Россельхознадзор получиться не может. Белорусская говядина испортилась незадолго перед знаменитой пресс-конференцией Александра Лукашенко. Торговые войны России – это те же самые войны, которые были в отношении Украины. Если вы помните, еще во времена Януковича между Украиной и Россией была так называемая сырная война. Почему вдруг России мясо по перу горло стало? Если вы в Минске области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну. Но особо болезненными для Кремля стали заигрывания Лукашенко с ненавистным для РФ Западом. Подмигивать ЕС Александр Григорьевич начал еще в середине 2000-х. В 2014-м Лукашенко не поддержал аннексию Крыма. Более того, выступил арбитром, дважды организовав встречи для подписания минских соглашений. Я старался выполнять свои кинзы. В 2015-м году Александр Лукашенко согласился помиловать политзаключенных. После этого Евросоюз отменил санкции в отношении президента Беларуси. Батька расправил крылья, он перестал быть последним диктатором в Европе. Слово «Минску» всех ассоциируется с мирным процессом. В октябре 2015-го белорусские власти публично с негодованием отвергли идею размещения на территории Беларуси российской авиабазы. В вопросе авиабазы Лукашенко выступил против, скорее всего, потому что он понимал, что он совершенно не будет способен ее реально контролировать. В сентябре 2016-го министр иностранных дел Владимир Макей встретился с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером. По официальным сообщениям стороны обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере. А это уже откровенный плевок в сторону могучей и духовной. Сбалансировать ситуацию здесь без Соединенных Штатов невозможно. После событий в Украине Беларусь осознала, какова цена братской помощи РФ. И хотя сам батька не говорит об этом открыто, страна уже совершенно четко дрейфует в сторону Запада. «В России появилась некая настороженность, что вот Беларусь уйдет. Вот она уйдет. Лукашенко на Запад развернулся». Ни за какую нефть и газ Беларусь не собирается сдавать и йоту своей независимости. «Это не сопоставимо. Если на одной чаше независимость, а на другой российская, иранская, азербайджанская или американская нефть, это не сопоставимо». Сегодня такие заявления означают одно – интеграционный миф, который так любит страна скреп, можно выбрасывать на помойку. Вместе с союзным государством и таможенным союзом.